Дамы и господа, приветствую! Меня зовут Илья, и я, короче, все придумал. Ролики в таком формате мы будем с вами назвать Live Drive. Первая серия у нас была про Гелендваген, а в этой я расскажу про 12 тысяч километров за рулем своей BMW 330i в кузове G20. Live Drive, чтобы вы понимали, это такие ролики про эмоции, ощущения от автомобиля, ни в коем случае не претендующие на какие-то обзоры, технически подкованные материалы. Нет, ни в коем случае, я просто делюсь своими впечатлениями, эмоциями, мыслями по поводу того или иного автомобиля. У нас уже был ролик про Гелендваген AMG G63, потрясающий автомобиль. Сегодня поговорим про BMW, так что мы начнем. Дизайн новой трешки удался просто на все 100%. Машина стала выглядеть гораздо серьезнее, гораздо богаче, гораздо дороже, благодаря своим более сложным, более каким-то серьезным формам. И, кстати, интересный факт. Дизайном этого автомобиля занимался белорусский дизайнер Алексей Кижа. Я очень старался довести машину до этой парковки, чтобы поснимать чистой. Я ее вымыл, но, к сожалению, пока ехал, она вся испачкалась, поэтому, друзья мои, не обессудьте, я сделал все, что мог здесь поблизости, нигде моек нет. Машина в неплохой комплектации, на самом деле, немецкой сборки, потому что все трешки сейчас продающиеся на рынке немецкой сборки. Здесь у нас, смотрите, есть лазерные фары. Их основная задача круто выглядеть, потому что разницы с обычным адаптивным LED-ом у BMW я не заметил. В теории они гораздо лучше светят в полной темноте на скорости выше 70 км в час, но полную темноту я за 12 тысяч километров с мая 2019 года так, по-моему, и не встретил. Решетку я поменял на черную, я так делаю на всех своих BMW, которые попадаются мне под руку. Вот эта рамка, на самом деле, меняется очень легко. И здесь, смотрите, здесь есть жалюзи. Если ты заводишь машину холодную, она их, конечно же, прикроет для того, чтобы двигатель прогрелся быстрее. И в случае необходимости охлаждения радиаторов, которые находятся за этой решеткой, она эти жалюзи открывает все достаточно просто. Также у нас здесь светодиодные противотуманки. И, в общем-то, просто M, обвес автомобиля. Цвет синий танзанит. Я хотел синий портимао, такой яркий, наверняка вы видели насыщенный классный цвет. Но машины в той комплектации, которая мне нужна была, к сожалению, не было. Это BMW индивидуал цвет. И я уже смирился с мыслью, что он мне нравится. Диски 19-й, если я не ошибаюсь, 793-й дизайн с тормозной системой M-Sport. Большие синие суппорта с четырьмя поршнями. Система очень производительная и замедляет автомобиль прям очень надежно. Задние фонари. Очень многие их ругают за схожесть с Lexus или еще с чем-то. Есть буковка L, которая должна быть в задних фонарях всех современных BMW. И мне нравится вот этот затененный белый пластик. 330-й индекс. Если вы не следите за индексами BMW, то знайте. Первая цифра это серия, в данном случае третья. А вторые две это не объем двигателя, как это было раньше. Это, скажем так, индекс мощности. 30-й i. Это 30-й бензин, мощностью от 249 до где-то 258 лошадиных сил. Здесь именно 258 лошадиных сил. И это очень подло со стороны BMW, потому что из-за этих сил я попадаю на достаточно жирный налог. Тысяч, наверное, 38 в год. Хотя могли бы сделать 249. Здесь обычный B48, который устанавливается, на самом деле, в огромное количество разных BMW, начиная с единичек, заканчивая пятерками. Хороший двигатель, особых проблем с ним нет. 2 литра, турбина, 4 цилиндра. Все достаточно просто. И такой же двигатель у меня стоял на мини, собственно, с которого я и пересел на эту трешку. Ну и поездим немножко. Мы же все-таки в машине. Машина должна передвигаться в любом видео. Она не должна быть статичной. И несмотря на то, что есть о чем поговорить и внешне, и в салоне, все-таки главное это то, как машина едет. В данном случае третья серия всегда ехала отлично. И G20 здесь никаких сюрпризов не преподносит. Она невероятно чуткая к реакциям на руль. Вы посмотрите. Я не знаю, вы, наверное, не чувствуете, но она сразу же. Вот ты поворачиваешь руль на какую-то долю градуса, и она сразу же ныряет туда, куда ты хочешь ехать. Это офигенное ощущение, которое дарит BMW. И вот за них BMW-то как раз и любят. Может быть, с точки зрения комфорта здесь далеко не все так радужно, как на каких-нибудь более мягких одноклассниках на том же C-классе. Потому что эта машина жесткая. Спортивная подвеска в режиме спорт становится еще жестче. Мы включаем стандартный режим. Есть, кстати, индивидуальный. Здесь можно настроить какие-то свои параметры. Амортизация, рулевое управление, коробка передач, двигатель. Приятно, что такие штуки есть. Но она жесткая. И более того, в такую погоду на заднем приводе нужно не забывать, что у нас 258 лошадиных сил. Ты нажимаешь на газ, и ты сразу же начинаешь видеть значок работающей стабилизации. Машина не дает в полный рост разогнаться. И по энерговооруженности она мне сейчас напоминает, ну, какой-нибудь, типа, 105-сильный Ford Focus. Ну, окей, я немножко перегибаю. Но она реально зимой теряет очень много своей мощности только из-за того, что привод у нее исключительно на заднюю ось. С полным приводом она бы гребла гораздо более уверенно. И что сказывалось бы, кстати, и на ощущениях от управления машиной. Зимой хорошо на заднем приводе. Ну, вот так как-то. Но на высоких скоростях трешка норовит куда-нибудь вильнуть. Из-за широкой задней резины это не очень здорово и не прибавляет комфорта от вождения. Но это актуально, наверное, на скоростях выше 150 и на дорогах, где ярко выражена колейность. Вот мы сейчас едем по М11. Стабилизация мигается, не дает нам нормально разогнаться. Но машина держит курс невероятно точно. И одно легкое движение рулем, и мы сразу же перемещаемся в соседнюю полосу. Рулиться она офигительно. Как и все последние BMW, она построена на модульной платформе Clare. Но, впрочем, архитектура подвески по сравнению с F30 BMW с прошлой трешкой особо не изменилась. За исключением того, что здесь больше нет никаких взаимозаменяемых деталей. Примерно компоновка та же самая. Спереди MacPherson, сзади пятерый чашка, но другие элементы подвески. Что приятно, увеличилась колесная база. На 41 мм, то есть на 4 см, увеличилось расстояние между передними и задними колесами. Соответственно, в салоне стало чуть-чуть побольше места. Хотя трешка, знаете, никогда не была какой-то комфортной, большой, уютной машиной. Нет, это машина для водителей, и удобно сидеть здесь только спереди. Потому что сзади места не очень много. Давайте я вам непосредственно это все покажу. То есть человек с ростом до 180, наверное, 2-3, максимум 5 см здесь особо страдать не будет. Но и каким-то комфортом сзади не пахнет. Ну, зато есть отдельная климатическая зона для задних пассажиров и два USB-C. И все. Сзади больше ничего нет. Это машина для того, кто сидит спереди. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я очень хотел машину с светлым салоном. Причем мне даже в дилере продавец-консультант говорил, дружище, ты замучаешься его оттирать. Но я его не послушал. Я все равно взял машину с устричным кожаным салоном, с деревянными планками. Но так как это трешка, здесь деревянных планок много быть не может. Их всего лишь три. Здесь, здесь и здесь. Я прочитал, наверное, все обзоры трешки в российском интернете. И огромное количество вопросов у журналистов вызывает вот эта цифровая приборка. Дескать, неудобно, когда стрелки бегут навстречу друг другу. Это неправда. Вполне нормальная приборка. К ней привыкаешь буквально за пару дней. И никаких проблем с бегущими цифрами нет, потому что есть проекционный дисплей. Кстати, очень классный, очень большой, яркий, который умеет регулировать яркость в зависимости от освещения. На котором ты видишь непосредственно скорость и какие-то иные подсказки. Стробит немного дисплей в мультимедии МГУ, так она теперь называется, на ОС7. Очень похожа, кстати, логика управления на смартфон. Здесь есть виджеты, рабочие столы. Виджеты можно ресайзить, изменять их размер, передвигать туда-сюда. Работает традиционно, как и на любой BMW. Очень быстро, очень отзывчиво. И есть даже голосовой ассистент. Слушай, BMW, включи кондиционер, который срабатывает, как вы видите, далеко не всегда. Попробуем еще раз. Слушай, BMW. Ну, блин, слушай, BMW. Я устал. Без проблем. Я активировала программу витализации. Программу витализации. Неплохо. Теперь у меня будет играть веселая музыка. Шарашить волнами воздуха из дефлекторов. И всячески меня подбадривать. Это в случае, если я устал. Новый M-руль, кстати, толстый, классный, с хорошим хватом. Действительно приятно рулить машиной. С обогревом, о статусе которого можно узнать, только нажав на кнопку и посмотрев на приборку. Раньше на E-кузовах, как минимум, были светодиоды, которые показывали статус той или иной кнопки. Сейчас ты просто нажимаешь и смотришь, включен он или не включен. Поменялся блок климата. Здесь теперь есть вот такой дисплейчик. И температура регулируется вот этими алюминиевыми кнопками. Одно нажатие это шаг в половину градуса. Опять же, многие ругались, что обычные крутилки наподобие вот такой были удобнее. Ну, не знаю. Я обычно температуру в машине регулирую с шагом, ну, условно, там, максимум градус полтора. И я вполне способен на ощупь нажать три раза, чтобы понять, что я увеличил температуру на полтора градуса. У меня тут есть еще пара прибамбасов. Это, например, освежитель Xiaomi. Он, кстати, выдохся и практически не пахнет. И вот такой магнитный держатель пятака. Я пользуюсь исключительно пятакой. У меня и чехол на iPhone пятакой. Можно делать, например, вот так. Я прикрепил. И у меня все держится, никуда не падает. Это достаточно удобная штука. Плюс беспроводная зарядка. Да сейчас, сейчас, успокойся. Ну, обогнал? Красавчик. Люблю такой жанр роликов, point of view видео, когда у тебя есть возможность понаблюдать за автомобилем, как будто бы на ходу и как будто бы из глаз непосредственно водителя. Трешка, несмотря на то, что машина маленькая, как ни крути, она реально, она и не широкая, и не длинная. Это обычный седан D-класса, хотя у какой-нибудь Skoda Octavia место в салоне гораздо больше сзади. Хотя эта машина классом пониже, и, по идее, она должна быть чуть поменьше. Но так вот оно сложилось. Трешка, машина маленькая. Хотя G20 по размерам где-то даже превосходит пятерку E39. В длину практически то же самое. В ширину она даже больше, чем E39. Если вы вдруг планируете покупать трешку в этом кузове, то послушайте мой совет. Вот что я для себя уяснил. Можно сэкономить, во-первых, на лазерных фарах. Да, машина будет выглядеть не так интересно, не так здорово, но это неплохая экономия, на самом деле. Или поставить обычные адаптивные диоды, которые также туда-сюда вращаются. У них также есть автоматический режим. Они также не слепят машины, которые едут по встречному курсу. Очень хорошие фары. Можно на них сэкономить. Я бы не стал, наверное, для обычного нормального человека, я бы не стал рекомендовать 30-й индекс. Что дизель, что бензин. 20-й дизель – это отличный рациональный выбор. Это 190 сил, это две турбины, это разгон всего лишь на секунду медленнее, чем здесь. Но это гораздо приятнее с точки зрения налогов. Адаптивная М-подвеска – это тоже не совсем то, что нужно, потому что машина сама по себе достаточно жесткая. И даже при стандартных настройках подвески она уже хорошо сидит на дороге. И на ней спокойно ездить достаточно быстро, особенно если стоит одна широкая резина. А вот двойное акустически комфортное остекление, 16-динамиковый Harman Kardon – вот это приятные вещи. Это действительно стоит рассматривать к комплектации своего автомобиля. Но и дерево. Дерево обязательно. Дерево – это не пластиковое тойотовское дерево. Это нормальная деревяха, которую приятно трогать, которая действительно делает салон внешним гораздо дороже, нежели просто черный с какими-нибудь алюминиевыми вставками. Ну и все-таки более подробнее пробежимся по комплектации. Не буду внимательно останавливаться на каждом пункте. Здесь 16 динамиков Harman Kardon. Звучат очень круто, причем под каждым сиденьем есть два сабвуфера. И сразу же уж, коль мы тут сидим, смотрите, насколько сильно красится светлая кожа. Это все оттирается, но так или иначе нужно быть готовым к тому, что темные джинсы будут красить светлый салон. Но я к этому готов. Я понимал, на что иду. Я знал то, что машину я буду часто мыть и снаружи, и внутри. Здесь адаптивная M-подвеска, которую я не рекомендую покупать, просто потому что она делает жесткую машину еще жестче. Здесь электронноуправляемые амортизаторы, которые в режиме спорт зажимаются и становятся еще жестче, и машина становится зубодробительной. Адаптивное M-управление, то есть рулевая рейка здесь с переменным передаточным числом. И если, например, ты выкручиваешь руль где-нибудь на парковке, на стоянке, соответственно, крутиться будет гораздо быстрее. Здесь от угла до угла, по-моему, где-то 2 с копейками оборота руля. За счет чего он действительно очень острый, и машина ощущается прям вот такой, как спортивный болид. Двойное остекление. Лобовое стекло и стекла в передней полусфере вообще в целом двойные, и это действительно очень комфортная опция, которая отсекает огромное количество постороннего внешнего шума. И вот это обязательно нужно брать. Ну а по основным моментам в салоне я вам, мне кажется, уже все рассказал. Это кожа вернаска, устричный, большой 10-дюймовый дисплей, цифровая приборка, M-пакет, Harman Kardon и всякие приятные фишечки. Прайсовая стоимость такой машины на момент покупки была 3,5 миллиона рублей, но, естественно, за 3,5 брать в трешку, наверное, не совсем правильное решение, хотя машина упакованная, достаточно хорошо укомплектованная, но это уже цена, наверное, пятерки. Но, естественно, никто за эту цену не покупает, и вполне можно получить неплохую скидку, порядка, там, 400, может быть, даже 500 тысяч рублей, и сейчас такая машина, мне кажется, может обойтись, ну, в 3,1, 3,2, а учитывая, что такие появились на полном приводе, дизельные на 265 сил, которые едут 5,1, это едет 5,8 до 130 дизель, едет 5,1, это сумасшедшая динамика. Вкупе с минимальным расходом, здесь я, кстати, вообще ни разу не сбрасывал средний расход топлива, и он сейчас колеблется на уровне 8,7, 8,8, хотя на самом деле по городу, наверное, литров 11 она все-таки подъедает при более-менее размеренной езде. Если топить в пол постоянно с каждого светофора, то, естественно, будет гораздо больше, но это вполне очевидно. Плюс, естественно, есть бесключевой доступ, машина закрылась, машина не открывается, машина открылась, работает не всегда в плохую погоду, иногда все-таки случаются сбои. И покажу, как работают... Вы чувствуете, какая разница в звуке? Как работают вот эти форсунки. Видите? Никаких лишних струй на все лобовое стекло. Они бьют в основание дворников, достаточно малым количеством омывающей жидкости, и стекло все равно остается чистым. У меня реально высокий требование к чистоте ветрового стекла, я хочу, чтобы обзорность была хорошая, и в данном случае, прям вот опять же, никаких претензий нет. Вообще, посадка очень комфортная именно для водителя, здесь классные спортивные сидения, их можно туда-сюда регулировать, единственное, что регулировки поясничного подпора нет, но я научился с этим жить, не такая, на мой взгляд, большая проблема. Но именно боковая поддержка, посадка и в целом расположение органов управления в новом салоне у меня вообще никаких претензий не вызывают. Я за 12 тысяч километров, я свыкся, я сроднился с этой машиной, и мне в ней нереально удобно. А теперь давайте к веселому. Здесь есть кнопка складывания зеркал, вот она. Нажимаем. Зеркало сложилось. А правое зеркало не сложилось. Чтобы его сложить, давайте я вам покажу, что нужно сделать. Ты выходишь из машины, обходишь ее, и делаешь вот так. Просто потому, что водичка через левое зеркало залила блок управления зеркалами, и теперь правое зеркало приходится выставлять вот так вручную. Это все, естественно, гарантийный случай, но было неприятно, когда ты включаешь машину, а у тебя вообще весь этот блок перестает работать. Ну и раз уж я говорю о проблемах, упомяну CarPlay. Я очень люблю CarPlay, но не здесь. Во-первых, у S7 очень клевая система, с которой не хочется просто использовать CarPlay, потому что здесь уже все хорошо. Плюс он здесь работает из рук, он плохо, то есть он может запросто отвалиться через 15 минут после подключения. Ну, то есть эта опция стоит 1020, наверное, 25, и она работает очень плохо. Даже после обновления внутренней прошивки она все равно работает плохо. Чуть лучше, чем было, но все равно плохо. Типа BMW, ну вы что? И последняя проблема, у меня один раз отвалилась камера заднего вида где-то на несколько часов, она просто перестала работать, потом сама починилась. Почему это было, по какой причине, я вам сказать не могу. Но больше эта проблема не повторялась. Очень нравится, что BMW все-таки не отказывается от механических элементов управления. Здесь шесть кнопок, которые завязаны на различных пунктах меню. Ну, это карта, например, или навигация, или просто домашний экран, или медиа-источники. Все это работает классно. И шайба. Шайба большая, причем вот эта часть сенсорная, и можно набирать текст, например, когда ты вбиваешь адрес в навигации. Например, можно вот так рисовать вот эту букву А, вот эту букву Б. Плюс сами шайбы, и вообще вот элементы, к которым ты в салоне прикасаешься, они классные, ребристые и очень приятные на ощупь. Рычаг переключения передач поцарапался от браслета, но ничего страшного. Опять же, кто-то его ругает, я со своей стороны никаких проблем не вижу. Нажал паркинг, все, вот так у тебя драйв, вот так спорт режим. Нажимаешь паркинг, он сам возвращается. Кстати, вот большой плюс перехода на платформу Клар, это электромеханический ручник, с помощью которого удалось реализовать функцию автохолд. То есть вы куда-то подъезжаете, жмете тормоз, отпускаете, машина автоматически встает на ручник, горит надпись автохолд, и не нужно держать ногу на тормозе. Это реально удобно в пробках. Очень правильное решение так переработать салон, потому что он стал выглядеть дороже, лучше и гораздо приятнее с точки зрения материалов, которые используются. Тоже все очень здорово. То есть ты садишься в машину и понимаешь, что, елки-палки, вот это уже немецкий премиум. Вот здесь уже приятно находиться. Но все-таки я назову эту машину комфортной. Да, у меня есть определенные деформации после мини, потому что мини был жесткий, особенно на 18-х колесах, с буквально изолентой вместо резины. На нем было очень тяжело ездить спокойно, потому что машина никак не подразумевала спокойную езду. На этом автомобиле первые где-то, наверное, тысячи-полторы километров я проехал в эко-режиме просто от того, что я кайфовал того, насколько здесь тихо, от того, насколько она плавно и мягко едет в сравнении с мини. Я вот заметил, что я, проезжая по, допустим, 300-400 километров без перерыва, не устаю в этом автомобиле. Ну и задний привод вкупе с достаточно мощным двигателем. Да, конечно, в такую погоду все-таки очень часто колеса проскальзывают, и системе стабилизации приходится умерять пыл этого двигателя. Но летом, когда есть зацеп, когда сухо, очень-очень интересный, очень классный, очень спортивный характер у автомобиля. При этом он может ехать как плавно, нежно, спокойно, так и достаточно динамично. Короче, новая трешка топ. Реально, она стала премиальнее, она стала солиднее, она действительно очень интересно выглядит. Прямо гораздо взрослее, и мне очень нравится, что BMW делает с дизайном своих автомобилей. А я на этом наш лайф-драйв с этой BMW заканчиваю. Возможно, если вам будет интересно, можно будет снять еще какие-то серии, например, про детейлинг, потому что за 12 тысяч пробегов все-таки сколов и царапок всяких мелких, допустим, от той же мойки, я наловил в достаточных количествах, и можно придумать что-то, например, рассказать, что такое керамика и зачем ее делать, как наносить антидождь. Я очень прошу вас поддержать меня большим пальцем вверх, потому что я снимаю все это один, у меня нет оператора. Я должен следить и за звуком, и за картинкой из трех камер, и при этом еще что-то вам рассказать. Плюс у меня не так много опыта в такого рода видео. Ну а ничего, будем набираться, будем делать. Все когда-то с чего-то начинали. Поэтому ставь чеканного лайка, поддерживай меня хорошим комментарием, и до скорой встречи здесь, на Ютеле. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok